Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Вы просили у меня видео про бытовую химию Фиберлик. Вы просили, я сделала. Итак, поехали по порядку. Первый продукт, это я вам буду картиночки здесь где-то сбоку вставлять с артикулами. Это карандаш пятновыводитель серии Дом Фиберлик. Это, наверное, самый мощный продукт, который выводит абсолютно любые пятна. У меня где-то на канале есть видео. Я снимала, как выводила пятно на кофте, которому лет 10, мне кажется, это точно. И оно абсолютно вывелось. Мне было интересно. Кофта лежала, была в домашнем использовании. Я решила попробовать. Да, действительно, все выводит. С ковра, который с довольно большим ворсом. Мы даже им очищали пластилин, гуашь. Все замечательно. Даже на стене дочь, когда рисовала ручкой, карандашиками, вот этот карандаш пятновыводитель тоже вообще отлично справляется. Это довольно мощнейший продукт, но единственное, если вы будете работать с деликатными тканями, он может их повредить. Это нужно понимать. Затираете карандашиком, немножко полежит, отправляете в стирку, все отлично. Следующий продукт очищающий гель для туалета из серии Дом Фиберлик. Пять в одном. И вы знаете, он мне нравится больше всего. Сейчас у нас есть три очищающих геля, о каждом по порядку расскажу тоже. Этот нравится мне больше всего, он мощнее. Я им очищала в ванной швы между плитками, он с этим прекрасно справляется. Нанесла, потерла немножко и вообще шикарно. Потрясающе, у кого белые швы, присмотрите к этому продукту. Единственный момент, у него химозный запах, и когда вы с ним работаете, лучше, конечно, чтобы дверь в помещении была открыта или, не знаю, респиратор, что ли. И в перчатках, конечно. Он довольно мощный, отъедает все сразу, что касается именно туалета, да, то заливаем, оставляем на пять минут, приходим, смываем, все прекрасно, все отлично. Он мне почему-то вот из всех трех, которые сейчас в Фиберлик, нравится больше всего. Так, пятновыводитель жидкий из серии Дом Фиберлик. Вообще не поняла, девчонки, этот продукт абсолютно. У меня он не справился ни с одним пятном. Почему-то опять здесь поклонники Фиберлик делятся на два лагеря. У кого-то он очень круто отстирывает, так же, как и спрей, у кого-то он вообще ничего не отстирывает. Вот я отношусь ко второй категории, поэтому я несколько раз попробовала, давала ему шанс, никогда больше не возьму. Так, средства для мытья посуды. В принципе, в общем, о них расскажу. Они все классные. Единственный момент, с углем сушит руки мне лично. А все остальные, иногда в зависимости от партии, могут приходить пожиже, могут приходить погуще. Допустим, яблочко, оно пожиже. Малинка, оно немножко погуще. Но опять, в зависимости от партии. Вы знаете, иногда малинка придет жидкая, иногда густая. Но не сильно отличается. И раньше я их разбавляла по инструкции 1 к 3 с водой, да, и использовала, переливала во флакончики с дозатором. Это довольно удобно. Сейчас я использую в чистом виде. Пены хватает на огромное количество продуктов, средства классные. Как бы все потрясающе. Что не могу сказать о средстве для мытья посуды Гринли. Но об этом тоже немножко попозже. Они все 0+, что тоже ценно. Можно мои детские бутылочки, сосочки. Это вообще потрясающе. А спреи пятновыводитель, как бы, тоже вообще ни о чем. Я обрабатывала им пятна и после стирала, и не стирала, и ничего не поняла. Да, поэтому не возьму больше никогда. У меня он ни одно пятно не вывел. Я пробовала на свежих. Что уж говорить о старых, да, из всех серий этих пятновыводителей фаберликовских. Вот карандаш, да, тут как бы даже не поспоришь ни с чем. Но вот этот вот спрей вообще просто ни о чем. Для меня вода водой. Концентрированное средство от накипи для чайников и кофемашин. Серия Домфоберлик. Довольно неплохое средство. Но это, в принципе, практически та же лимонная кислота. Поэтому, если нет разницы, затем зачем платить больше, да. И такие же ампулки сейчас появились тоже, по-моему, в Фикси. Я последний раз брала, и они, естественно, гораздо дешевле. А так, тошно-тош вообще абсолютно, да. Накид действительно пропадает, отъедается. Но есть продукты подешевле, которые тоже с этим справляются. Средство чистящее для ванной комнаты, универсальное. Беру, беру на постоянной основе, нравится. Очень обрабатываю им ванну. Она у меня акриловая, поэтому для акриловых ванны подходит. Берите смело, ничего с ней не случилось, нигде она никак не попортилась. Справляется прекрасно. Я исключительно ванну, больше ни на каких поверхностях, ни на чем не пробовала. Отмывает все прекрасно. Наливаю немножко в ванну, разношу губочкой, оставляю, выхожу, прихожу, смываю. Как бы все отлично на лед. Вот какие-то пятна все удаляет замечательно. Поэтому средство хорошее. Влажные салфетки для удаления пятен. Интересная вещь, на самом деле. Не так давно их тестирую. Да, действительно пятна удаляют. Но мне как-то девочки написали, что детские салфетки из линейки Baby удаляют пятна еще лучше. На самом деле, я попробовала, протестировала. У меня сейчас эти салфетки и дом. Действительно детские салфетки из линейки Baby удаляют пятна лучше. Не знаю, с чем это связано. Они вроде как и детские, но вот так. А так, да, и от кетчупа сажали пятно. Хорошо справляются. Можно вот так с собой в поездку куда-то брать на море, если кто-то там из деток или на улице упал. Сразу свежее пятно от зеленой травки сейчас лето затереть. Хорошая вещь. Чистящий крем универсальный из серии Дом Фаберлик для кухни и ванной. Не очень нравится. Он такой средненький по мощности, по своей. Белая консистенция, по-моему, если я не ошибаюсь, пару раз брала. И не вижу в нем смысла для кухни и ванной. Для кухни у нас есть мощное средство для кухни, для духовок и плит, а для ванной обычное средство для ванной. Вот этот вот чистящий крем я тоже не поняла, потому что эмалированные поверхности, раковины, экраны можно любым другим удобным способом, как бы, допустим, спринти на лед и так далее, обрабатывать. Вот это вот как-то мимо меня прошло, потому что не понравилось, неудобно. Так же, как и концентрированное средство универсальное для кухонных поверхностей. То есть можно и полы на кухне мыть, можно и поверхности обрабатывать, стол, столешницы и так далее. Слабенькое оно, если хотите им что-то чистить, и не вижу смысла такого обилия средств держать в доме, то есть чтобы для каждой поверхности у тебя было свое средство, не вижу смысла вообще никакого. Вот чтобы на кухню я еще поставила вот это универсальное, оно довольно слабое. Я лучше возьму средство для духовок и плит, да, обработаю все, что мне надо, а столы просто протираю мокрой тряпкой, и не вижу смысла, чтобы лить на них какое-то средство. Так, дальше, мыло для кухни. Мыло для кухни я не беру давно, хотя брала больше года, потому что оно мне подсушивает руки. И поэтому сейчас на кухню я ставлю либо ля-крем, либо сери-бьюти-кафе. А так, со всеми заявленными функциями мыло действительно справляется. Мне больше всего нравится запах с запахом орхидеи и кофе. Самые такие обалденные ароматы, удобный дозатор, все прекрасно. Оно вот, да, подсушивало руки, и запахи действительно устраняет. Я пробовала, специально тестировала на разделочной доске, резала лук, рыбу, чеснок, потом обрабатывала, и никакого запаха не остается, так же, как и на ваших ручках. Поэтому с этой целью брать его, да, естественно, есть смысл. Концентрированное средство универсальное для полов и стен. Это моя любовная любовь. Мне безумно нравится аромат. Почему-то он мне напоминает что-то такое весеннее. Запах свежескошенной травы, плюс какие-то цветочки. Он классный и справляется со всеми заявленными функциями. Но ура, на полу, на ламинате, по крайней мере, у нас и на линолеуме разводов не оставляет. Полы дольше, что ли, остаются чистыми. Пыль не так быстро садится. В общем, во всем меня устраивает. Новинки тоже для полов из серии Гринли мне не зашли. Вот это вот средство прям гораздо лучше. Крем для чистки металлических поверхностей. Вообще бесполезная вещь. Нет, но может быть и полезная, и кастрюльки им удобно чистить, и малированные, и раковину, и краны. Но оно неудобное. Опять неудобное, потому что это такая белая паста, которую вы наносите. Если долго держите на поверхности, она еще и засыхает. Ее надо потом размачивать, ее надо потом смывать. Смывать ее долго, потому что паста густая. Поэтому не очень удобно. Опять же, можно взять тот же спрей-антиналет. А кастрюльки, малированные, почистить средством для чистки духовок и плит, которые прекрасно справляются с нагаром с задней стороны посуды кухонной. Поэтому вот этот крем мне понравился в связи с неудобством обращения с ним. А средство для чистки духовок и перит. Давно пою ему уже оды. Мне оно нравится безумно. Я им очищала и микроволновку, и духовку, и сковороды, которые уже продолжительное время в использовании. Знаете, обратная сторона такая уже не очень выглядит. Замачиваешь, на какое-то время оставляешь, потом приходишь, немножечко почистишь. Но все очень быстренько отходит. Конечно, есть средства у меня любимые, мощнее. Это ГРАС. Вы уже, наверное, знаете. ГРАС-антижир. Оно еще мощнее. И мы с вами даже сравнивали. Есть у меня где-то на канале видео, где мы сравнивали средства для чистки духовок и плит. И ГРАС-антижир. ГРАС, конечно, помощнее. Но там химии много. Единственный минус. А Фаберлик, оно более-менее безопасное. Поэтому тут каждый выбор делает для себя. Но оно тоже мощное. И всегда у меня есть в использовании. Небольшой лайфхак мне как-то недавно девочки подсказали. Я так делаю. Можно его разводить с водичкой, переливать в бутылочку с пульверизатором. И таким образом еще обрабатывать поверхности, когда не очень сильные загрязнения. Когда сильные, заливаем концентрированно. А когда не сильные, то можно вот таким вот образом. И это довольно экономично. Следующий продукт – это средства для чистки стекол и зеркал. Хорошее средство. Не могу сказать, что оно прям какой-то вау. И совсем не оставляет разводов. Все равно нужна какая-то специальная тряпочка или бумажный полотенцем. Кто чем любит, окна протирать, чтобы не было разводов. Поэтому, ну не знаю, обычное. Вот абсолютно обычное. Но у меня есть. У него расход маленький, редко им пользуешься. Абсолютно обычное, такое нормальное средство. Универсальное антибактериальное средство. Это очень хорошая вещь в период простуд, осенних-весенних. Можно обрабатывать с ним поверхности, дверные ручки и так далее. Оно действительно антибактериальное. Протирать любые поверхности вообще замечательно. Еще, знаете, такой лайфхак. Тоже как-то на просторах интернета давно-давно нашла. Если у вас есть дома растения, и в них заводятся мошки, то вот это антибактериальное средство можно распылить прям под корень на землю. Я так, кстати, делала. У меня как-то в свое время в каком-то цветке мошки завелись, и они действительно исчезают. Так что вот так еще можно его применять. И вот спрей-антиналет. Я совсем недавно его распробовала. Наконец-то до него добралась. И вот им мне больше всего нравится именно раковиной краной обрабатывать. Распылил, чуть-чуть подождал, стер, все красивенько, все замечательно, все идеально. Очень хорошо им обрабатывает душевые кабины. У кого стеклянные такие дверцы, или пластиковые, но полупрозрачные, на которых очень хорошо видно разводы. Вот очень здорово тоже обрабатывать. Поэтому средства достойно рекомендуем. Так, следующий продукт. Но у меня есть скриншот. Непонятно. А, спрей для обработки поверхности с натуральным маслом Монарды. Я, кстати, никак до него не доберусь. Он заявлен в основном как мощный такой борец с плесенью. И очень многие девочки его хвалят и говорят, что действительно он выводит плесень. Не тестировала, поэтому не буду вам свой отзыв оставлять, но знаю, что его практически каждый любит. И девчонки, мои консультанты, которые брали, тоже очень хвалили. Вот с плесенью, насколько он справляется, не знаю, но прям нахваливают, говорят, что да. Дальше. Стиральный порошок Гринли. Нравится. Несмотря на то, что мне практически ни один продукт из этой линейки не зашел, порошок зашел. Он действительно хорошо отстирывает. У него довольно мощная формула. Он не портит ткани, не делает их застиранными. В этом плане все хорошо. Он не совсем бюджетный. Обычно выходит побюджетнее. Хотя здесь коробка у нас на 26. Стирок вот этим вот бумажным дозатором я не пользуюсь. Я все равно добавляю при стирке ложечку мерную от обычного порошка. И мне этого хватает даже на полный барабан. Как бы, ну, с этим все нормально. Поэтому порошок зашел. Я иногда, когда на него акции есть, беру его. Когда нет акции, беру обычной серии Дом Фаберлик. Биогель 3 в 1 для стирки из серии Гринли. Вот это, девчонки, вообще мне не понравилось. Хотя вот эта вот серия, она вся заявлена для жесткой воды. У нас однозначно в Туле она жесткая. Вообще не зашел. Аромат у него какой-то не очень приятный на мой вкус. И потом он на белье не остается. Белье после него совершенно не мягкое. Отстирывает плохо. Поэтому вот вообще я его израсходовала. А бы как быстрее на темной ткани вообще не понравился. Биогель для очищения туалета. Он, в принципе, неплох. Он неплох. У него такой хвойный аромат. Он справляется со своей функцией. Но, опять же, повторюсь, первый вот гель для туалета, который я вам показывала, мне нравится больше, он мощнее. Этот немножко послабее, но он тоже неплох. Со своей функцией, в принципе, для туалета он справляется. Освежители, биоосвежители воздуха из серии Гринли не понравились вообще, девчонки. Они абсолютно не держатся в воздухе. Минуты 2 максимум. Акватические еще более-менее. Цитрусовый как-то не очень зашел. И распылил, и все, и через 2 минуты аромата нет. Поэтому как-то смысла не вижу. Но держался он хотя бы полчасика, не знаю, как из серии Дом Фаберлик освежители. Не понравилось. Нет, не понравилось. Хотя там эфирные масла, и это якобы ароматерапия. Нет, я больше не возьму. А био-пятновыводитель Гринли тоже не понравился, девчонки. Мне кажется, из серии Дом Фаберлик, даже тот же в порошке, он как-то вот помощнее, что ли. Здесь, не знаю, ну, по мне, они все какие-то слабенькие, недоделанные. Не знаю, почему. У меня такое впечатление сложилось, поэтому больше не возьму. Освежители воздуха из серии Дом Фаберлик мне нравятся практически всем. Мой любимый, к сожалению, сняли. Это имбирный пряник. Классный он был с корицей. Там и такой аромат пряника. Но он больше на зимнее холодное время года, под Новый год, прям вообще заходил на ура. С ананасиком. Еще очень нравится голубенький. Антитабак имеет очень приятный аромат. И они хоть какое-то время держатся в воздухе. Плюс их в том, что они безопасны. Можно при маленьких детях и животных распылять, и ничего в этом страшного нет. Это огромный плюс. Всегда беру мне несколько штук, всегда есть в запасе, поэтому рекомендую. Водный, безопасный, вообще супер. Так, средства для чистки ковров и обивок. Тоже прошло мимо меня, но здесь как бы два лагеря. Кто-то полюбил, кто-то не полюбил. Это вот если у вас старый какой-то есть диван, в принципе, можно и в машине для обивки использовать, да, почистить салон. Да, почему бы нет? А так руки пока до этого средства не дошли. В компании столько много новинок выходит, и столько много ассортимента продукции, в том числе и бытовой химии, что просто нереально, мне кажется, все попробовать, хотя я и стараюсь. Порошок классический серии Домфа Берлика, а мне больше всего нравится горная свежесть и альпийские луга. Для цветных он немножко послабее, его никогда не беру, и цветные ткани стираю горной свежестью, или он универсальный, или альпийские луга, да. Классный порошок, раньше я его не любила, в прошлом году его обновили, усилили формулу. Раньше он, по мне, делал вещи какими-то застиранными, несвежими, не знаю, с чем это было связано. Сейчас сюда, наверное, добавили больше оптического отбеливателя, и немножко усилили формулу, и теперь, теперь да, я с удовольствием стираю, вещи уже не выглядят застиранными, все прекрасно отстирывается, все замечательно, поэтому пользуюсь им на постоянной основе уже много-много времени. Био-моющее средство серии Гринли тоже не понравилось. Использовала в основном для мытья полов, мне не понравился аромат, и мне кажется, универсальное, оно как-то лучше справляется с своей функцией. Здесь у меня были все-таки небольшие разводы на ламинате, поэтому не вернусь к нему. Биогель для мытья посуды Гринли, это вообще мое полнейшее разочарование, потому что он практически не пенится. Девчонки, на три тарелки хватает пены, максимум все, приходится добавлять. Причем он концентрированный или нет? Концентрированный написан, то есть его тоже можно разводить водой. Я боюсь представить, что будет, если его водой разбавить. Я вам причем показывала, это тоже в каком-то видео, вообще ни о чем просто, ни о чем. Больше никогда не возьму. Пусть он какой-то безопасный, пусть он тоже там с эфирными маслами, еще с чем-то, но он вообще не пенится, это неудобно. У него будет дикий расход, и дико неудобно мыть посуду, постоянно-постоянно добавляя средства. Концентрированный гель для стирки детского белья. Очень понравился, начинала брать недавно в связи с рождением малышки. Мне нравится аромат у этой линейки, легкий, ненавязчивый, который остается потом и на белье, и белье после него мягкое. Ацетирует он прекрасно. Мы уже пробовали сложные пятна, все замечательно. Отбеливатель кислородный, классный, безупречная белизна. Он действительно классный, его берут многие для белых рубашек, у кого есть мальчики, и ходят в школу. Сейчас у нас форум, наверное, везде практически. Все его мои знакомые прям берут и очень нахваливают. И мне он тоже понравился. У нас белых рубашек нет ни у кого, в принципе, но белые водолазочки у дочери есть. Они действительно становятся ярче, что ли. Но это тоже, скорее всего, за счет оптического отбеливателя. В общем, вещь действительно годная. Кондиционеры для белья. Я вам расскажу про свои любимые. Мне очень нравится розовый бархат по аромату, который остается потом на белье. Я люблю, когда есть аромат на белье. Если вы тоже любите, то это ваша история. И мне нравится органа. Я уже много раз вам говорила. Вот эти два кондиционера по ароматам прям очень люблю. Еще классный сенситив. Он делает белье самым мягким. Вот из всех, абсолютно из всех кондиционеров. После него самое мягкое белье, но практически нет аромата. Он ноль плюс. У нас идет тоже, можно детские вещи стирать. И вот после него прям мягкое-мягкое-мягкое белье. Я специально сравнивала в один день. Стирала с одним и с сенситив. И разница действительно большая. Кондиционер для детского белья тоже очень классный. После него мягкие полотенчики. Ничего не могу сказать, никаких нареканий. И аромат очень приятный. Поэтому заценила и взрослые вещи с ним стираю. Очень классные продукты. И здорово, что они с нуля плюс. Что для малышей Фаберлик тоже делает вот такие вот вещи. Пятновыводитель кислородный, сыпучий. Вот этот вот сухой. Он более-менее еще, если добавлять при стирке ложечку порошка и ложечку пятновыводителя. Ну, или половина-наполовина. То результат есть. Действительно, пятна отстирываются. Как они не отстирывались, если бы вы его не положили. То есть он усиливает действие порошка. Я бы вот так сказала. Но чудес, опять же, никаких не делает, как карандаш. Да? Но классный. Я его периодически беру. Периодически он у меня есть, чтобы, так сказать, усилить стирку. Сейчас вот лето. Надо опять, наверное, взять его, потому что у нас уже много леггинсов в зеленой траве. Биокондиционер для белья Гринли тоже вообще не понравился. Не делает он абсолютно не на сколько белье мягче. Хотя он, опять же, для жесткой воды. Аромат вообще не понравился. Причем после высыхания белья его практически нет вообще. Ничего не чувствуешь. И мне это не нравится. Я люблю, когда есть аромат. Поэтому больше не повторю. Водный спрей для разглаживания белья. Вообще вещь обалденная. Можно попшикать на футболочке. На ткани, в основном, вискозные у нас мнутся тогда. Разгладить ручками, встряхнуть и все выглядит достойно. Не так, конечно, как после глажки, но выглядит достойно. То есть можно с ним не гладить. А можно обрабатывать вещи перед глажкой. И глажка тогда становится быстрее и легче. Поэтому продукт, на самом деле, крутой. Советую очень попробовать. Новый гель очищающий для туалета Фаберлик Хоум. 7 в 1 уже. Он тоже неплох. Он тоже хорошенький. Такой интересный цвет. У него такой аромат. С химозингой тоже. Но опять же, мне вот первый нравится все равно больше. Хотя это тоже со своей функцией справляется. Но почему-то вот к нему рука не тянется. Заказал один раз, попробовал, потестировал, закончился и все. Ох, ну вот и все, мои хорошие. Если я что-то пропустила или вам что-то интересно, какой-то продукт, еще отзыв, обязательно пишите в комментариях. Пишите ваши отзывы, что вам больше всего нравится из серии «Дом Фаберлик». Какие продукты, да? Бытовой химии именно. Ну а я с вами прощаюсь. Надеюсь, это видео было вам интересно и полезно. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok